Как очистить кожу правильно? Вам нужна Робуста или сорт кофе Арабика? Чтобы приготовить скраб из кофе для очищения кожи. Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Качко. Сегодня я решил продолжить серию видео о том, как очистить кожу правильно. И расскажу вам, как выбрать сорт кофе правильно для вашего типа кожи. Кожа бывает жирная, бывает сухая, бывает комбинированная, бывает нормальная. Скрабы можно готовить разными способами. Но вопрос из чего вы будете готовить? Вот вашему типу кожи нужна Арабика или Робуста, чтобы приготовить самый лучший скраб из кофейной гущи для вашей кожи. Вы узнаете в этом видео. Если вы хотите приготовить скраб из кофейной гущи для очищения сухой кожи, полезный совет диетолога. Вам нужен сорт кофе под названием Арабика. Более интересный состав которой позволяет не только провести очищение кожи, но и улучшит правильное питание вашей кожи. От чего будет зависеть ее внешний вид между процедурами. Вот если вы хотите приготовить скраб из кофейной гущи для очищения жирной кожи, здесь однозначного ответа нет. Вернее скажу так. Для приготовления собственно скраба сорт кофе не имеет значения. Будете вы использовать Арабику, будете вы использовать Робусту, будете использовать Купаж этих двух самых распространенных сортов кофе для очищения собственно кожи механического, косметического с поверхности. Это большого значения имеет. Имеет значение степень измельчения кофейных зерен, которые выполняют скрабирующую функцию. Повышенная жирность кожи показывает, что самый мощный фильтр в вашем организме, я имею ввиду печень, работает с напряжением, либо с перенапряжением. И часть своей нагрузки переложил на выделительную способность кожи. Которая при сухой коже выделяет 20 грамм кожного сала в сутки. При жирной коже 50 грамм. А когда у вас появляется угревая сыпь, в еще большей степени ваша кожа пытается помочь очистить кровь. А ваша печень при этом отдыхает. И чаще всего в этой ситуации, когда вы задаете вопрос доктору, а можно ли мне пить кофе, доктор говорит нет. Потому что доктор не знает, как правильно пить кофе в этой ситуации, когда нарушена работа печени. Возможно вам нужно изменить содержание кофеина в напитке. Да, вам нужно менять в разную степень. Либо увеличивать долю арабики, либо увеличивать долю робусты, либо применять другие средства, которые также влияют на работу печени. Я имею ввиду лекарственные травы. И в этом случае выход очень простой. Для того, чтобы улучшить работу печени, помочь ей выполнять свои функции, а не заставить чисто кофеином хромого бегать. Результат вы можете предположить сами. Если хромой бросит костыли, начнет бегать более интенсивно. А кофеин заставляет это сделать более интенсивно. Ведь чайная ложка робусты содержит в 5 раз больше кофеина, чем чайная ложка арабики. И понимаете, что этим процессом нужно управлять правильно. И возможно не только кофеин, как хлыст, нужен вашей печени, чтобы она правильнее выполняла свои функции. Но это тема других видео. На моем канале есть много видео, посвященных этому вопросу, как улучшить работу печени при разных ситуациях. Тут не буду об этом говорить. Но! Для приготовления скраба, для жирной кожи, для очищения жирной кожи, сорт кофе в данном случае не имеет значения. Скраб будет одинаково хорошо работать и на сорте арабика, и на сорте робуста, и на купаже этих двух сортов. А я на этой позитивной ноте это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами «Крепкого вам здоровья!» И разумного к нему отношения! И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк! Потому как некоторое количество полезной и незнакомой вам до этого информации вы из этого видео узнали! И пока вы думаете, какие действия совершать с этим видео, я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас! До новых встреч на моих каналах! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!